привет друзья мои я рад вас приветствовать на своем канале и я сегодня расскажу вам про одну из наживок она делается из манки довольно таки просто и называется она в простонародье болтушка оставайтесь на моем канале не переключайтесь и так что нам понадобится для этого ну прежде всего это манка любая с любого магазина емкость изначальная под болтушку вот у меня специально наглядное пособие что вам было доходчиво и понятно как это выглядит под водой шприцы 20 кубовики и всякие ароматизаторы натуральные ненатуральные я в дальнейшем тоже про них все расскажу итак друзья мои берем нашу маночку это все зависит сколько вам надо на какой срок вы едете мы высыпаем ее в емкость дальше вот мы высыпали берем водичку и водичку мы льем в меру стараемся не переборщить но в случае если мы переборщили то в любой момент мы можем еще всегда досыпать манки вот мы аккуратненько все взлили и начинаем ее перемешивать лучше я думал в дальнейшем подлить водички вообще эффект манки вот эти крупинки которые находятся они потом разбухают и образуют клейковину вот мы ее практически перемешали и даем минут 15-20 чтобы она разбухла определенное время мы подождем и потом уже и так вот сработал таймер время прошло сейчас мы таймер выключим и продолжим друзья мои но у нас 21 век и мы сильно париться не будем вот так сейчас мы доведем до нужной массы и консистенции и потом мы продолжим и так наша манка готова вот я вам демонстратирую вот она растягивается как нам надо такой консистенции я и добивался смотрите она у меня потихоньку и и даже дергаю она тянется так она у нас должна была быть так она у нас есть вот она получается как резиновая видите она растягивается дальше сюда можно добавить вот я добавляю ваниль это идет как натуральный продукт потом можно это уже покупной магазине спрей если вы полностью не хотите добавлять туда мед то намотав на крючок в дальнейшем я покажу как наматывать вот вы берете спрей и спреем все покрываете все тесто есть другой вариант он продается в любых зоомагазинах это гамару сушеный можно также мотыль он сухой его вы перемололи и добавляете также в тесто от него аромат сам он как бы природно растет в водоемах и рыбы очень очень хорошо к нему относятся вот у него такая консистенция посмотрите друзья мои и он недорого стоит и намного хватает его также можно в любую прикормку добавлять итак продолжим я уже один шприц наполнил вы думаете это сложно интересный очень момент берете шприц убираете с него поршень ставите подрезаете ножичком две секунды и он полный все не надо ничего выдумывать вставляем туда поршень и все у нас прекрасно получается вот заполнил заполнил два шприца дальше дальше друзья мои мы продолжим итак друзья мои чтобы не перепутать на рыбалке в каком шприце находится допустим манка с ванилью а в каком находится мёд вы просто подписываете маркером мёд ваниль дальше я вам расскажу как хранить хранить его обычным способом в морозилке но хранится он до того момента когда вы не поедете на рыбалку раньше его доставать не надо пусть он будет в замороженном виде также если она у вас осталась еще вы кладете вот такую маленькую баночку также ее положили вот в баночку закрыли и отправили уже без всяких добавок тоже в морозилку и когда вам понадобится еще вы также с собой возьмете замороженную рыбалку там она отойдет и вы нанесете ее на крючок теперь я вам покажу как надо наносить на крючок вот таким способом я мы чуть-чуть выдавливаем вот вот выдавили зацепили и вот она легко наносится как вам надо много мало по сути видите какой шарик будет это уже выбирать вам вот как бы наглядный пример это я просто показываю чтоб вам было лучше видно с рыбкой естественно вы на спиннинг забрасывать не будете со спиннингом а просто как она наносится на крючок мы это дело тоже отложим пусть пока у нас она повисит и самый интересный момент мы еще подождем пять минут что я сделал я вам сейчас расскажу и вы поймете как это работает в воде я за двадцать минут до этого таким же способом нанес на крючок определил его в емкость с водой вот в такую и вот у нас получилось он уже двадцать минут находится в воде при этом потихоньку маленькими крупинками он осаживается на дно у него от него идет белое облачко тем самым привлекая рыбу карась это очень любит вот видно будет все на ваших экранах я считаю что это очень прекрасная наживка и друзья мои воспользуйтесь моим советом и сделайте ее сами болтушка из манки у нас готова подписывайтесь на мой канал если вам понравилось то делитесь с вами был Роман Борисович до новых встреч друзья